МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Информационная программа Наши новости начинает свою работу в студии Евгения Даровская. Здравствуйте. Смотрите сегодня в выпуске. Пас на бис. Как оценил уровень развития футбола в крае Андрей Аршавин? Счастье видеть. Жители края могут помочь молодой маме из Тогульского района вернуть зрение. В Бийске полиция арестовала пенсионера за угрозы, цитирую, взорвать Карлина. Дедушка разозлился на главу региона после новостного сюжета о том, что в его родном городе закроют библиотеки. После сюжета пенсионер, который в тот момент употреблял спиртное, решил выяснить причину закрытия библиотек. Он позвонил в городскую службу, потом в краевую, затем набрал номер администрации президента, но ответа нигде не получил. Мужчина пришел в ярость и заявил, что тогда сам поедет в Барнаул и взорвет Карлина. Сотрудники администрации президента передали бийским правоохранителям сообщение об угрозе террористического акта. Мужчину задержали. Угроза взрыва оказалась ложной. В силу возраста дедушку отпустили домой, но возмущенного вольнодумца приговорили к исправительным работам на 6 месяцев. Сутки ареста получил барнаулец за то, что катался по лестнице в Нагорном парке Барнаула на джипе. 33-летний парень рано утром каким-то образом заехал на территорию, которая сейчас закрыта для въезда автомобилей, и направился к ступеням. Прямо на машине он проехал один пролет вниз, развернулся на площадке и снова поднялся. К сожалению, на эксклюзивных кадрах, предоставленных нам ГИБДД, видны лишь последствия куража. Вероятно, таким образом молодой человек хотел произвести впечатление на девушку, которая была вместе с ним. Похоже, путешествие на автомобиле по пешеходной зоне было настолько захватывающим, что водителю потребовалось выпустить пар и сбегать в кусты. Отметим, что катание по лестнице могло обернуться для водителя уголовной ответственностью. Но весельчаку, можно сказать, повезло. Сломанную им ступень сотрудники ГИБДД расценили как ДТП, наезд на препятствие, и арестовали его всего на сутки за оставление места аварии. К тому же гонщику теперь придется возместить ущерб администрации Барнаула в размере 11 тысяч рублей. В Тогульском районе собирают деньги на операцию Елене Брыковой. К 30 годам ее зрение не просто ослабло, оно практически исчезло. Сейчас женщина собирается в Москву. Там находятся главные федеральные центры для оказания высокотехнологичной помощи. Чтобы туда попасть, пациенты ждут квот, но нередко вынуждены выбирать скорую платную помощь. Для помещения на плюс 6. Темные очки у меня тоже на плюс 6. Я в них хожу на улице солнечные дни. Вот эти очки у меня на плюс 8 для чтения. У молодой 30-летней Лены Брыковой всегда с собой три пары очков. А если она уходит из дома надолго, то еще и упаковки препаратов. Сохранить зрение уже четвертый год ее главная задача. Такое осложнение дал диабет. Я была в прошлом году 3 месяца слепая, вообще ничего не видела. То есть, вот сейчас 40%, когда я вижу, это очень большая разница. Спасибо профессору Столеренко, что он просто чудесный врач. И помог мне вернуть зрение хотя бы одного глаза. Проблемы со зрением начались в 2014. Краевые врачи целый год лечили сосуды женщины. Но из-за стресса и диабета вновь началось внутриглазное кровотечение. Тогда Елена по рекомендациям экстренно поехала в частную клинику Москвы к знаменитому профессору. Так началась череда почти ежегодных операций. Затем по квоте Елена отправилась в новосибирский фериал московской клиники имени Федорова. Но после рядовой операции, которую женщина считает неудачной, она ослепла. Восстанавливая зрение, она отправилась к проверенному личному врачу в московскую частную клинику. Елена призналась, что она просто не рискнула доверить свой последний шанс видеть краевым врачам, так как подобные операции для людей с диабетом на Алтае делают недавно. В Москве есть после зрения лишь на одном глазу и частично, заполнив белок силиконом для поддержания давления. Сейчас женщина вновь едет в столицу. По квоте она заменит хрусталик на невидящем глазу, а в другом нужно извлечь имплант. И свой единственный глаз она способна доверить лишь врачу, который спасает ее от слепоты на протяжении нескольких лет. Она вынуждена за это платить. Так много, что приходится просить помощь. Мне помогает очень много людей и организаций. В том числе Смагин Вадим Петрович, Прокопьев Александр Сергеевич. Я понимаю, что очень много добрых людей. И спасибо, что они неравнодушны к чужому горе. С Москвы женщину будут ждать родители и сын Тимур. Мужа у Елены нет. Тимуру всего пять лет, но он уже привык заботиться о своей семье и самых дорогих. Пусть даже речь идет об игрушках. Для кого ты верлогу строишь? Для медведей. А сколько у тебя игрушек месяцев? Вот столько. А как их зовут? Все Миши. Все Миши и малыши. Когда я что-то не вижу, я говорю, сыночек, помогай мне идти. И вот он ведет меня вперед, говорит, мамочка, осторожней там, здесь что-то. Вот в этом он мне помогает. Целовал мне глазки, чтобы они выздоровели. Сейчас в семье Елены, в которой работает лишь ее мать, не успевают гасить кредиты на операции. За непростую судьбу женщины переживают все в ее родном селе Тогул и помогают, чем могут. Она стала первой, для кого в районе организовали благотворительный концерт. Для ее поездки в Москву тогда собрали 20 тысяч рублей. Все как-то поджидали, видит она или нет, видит она. А говорит, видит. Потом она к нам приходила, уже сама выступала. В эту субботу Елена поступит в федеральный центр для замены хрусталека по квоте. А затем отправится в частную клинику. Для самой важной на сегодня операции именно она должна сохранить глаз, который все еще видит. Сама операция, еще проезд, проживание – это 130 тысяч рублей. А дома ее ждут долги. По-другому семья девушки не тянет огромные расходы на операции. Сама женщина взять кредит не может, так как ее пенсия ниже прожиточного минимума. Сейчас семья Елены Брыкова надеется, что неравнодушные люди и в этот раз помогут ей собрать нужную сумму. Только так у девушки остается шанс беречь здоровье для своего будущего и будущего своего сына. Анастасия Дороган, Николай Шелко. Наши новости. 215 лет сегодня исполнилось Колыванскому камнерезному заводу. За два с лишним столетия его мастера изготовили больше 900 предметов искусства. Шедевры Колыванского завода хранятся в частных и государственных коллекциях по всему миру. Знаменитые вазы есть в Эрмитаже, в Пушкинском музее, в Императорских дворцах Ялты, Петергофа, музеях Парижа. Самое известное творение колыванских камнерезов – царица ВАЗ. Сосуд с 5-метровой диаметром чаши весит почти 20 тонн. Один из последних проектов завода – убранство для Знаменской церкви в Куринском районе, в которой крестили Михаила Калашникова. Для храма мастерские завода изготовили каменный кол, облицовку алтаря и иконы. Сегодня в честь юбилея завода в селе проходят народные гуляния. Жители и гостей Колывани ждет праздничный фейерверк. Минутка грусти на фестивале радости. Мировые звезды футбола Андрей Аршавин, Алексей и Евгений Смертин на церемонии открытия Международного фестиваля детского футбола в Барнауле рассказали журналистам, почему самый популярный в мире вид спорта в российских регионах испытывает серьезные трудности. Артемий Панченко продолжит. Детский международный фестиваль футбола памяти Геннадия Смертина в Барнауле проходит во второй раз. Отца выдающихся футболистов, известного тренера не стало в прошлом году. Его сыновья учредили турнир в его честь. Первый раз он был краевым, а в этом году собрал на Алтае юных спортсменов из республик Казахстан, Узбекистан, Южная Корея, а также сильные московские клубы. Но барнаульцев в этот день в парке Смертина собрал не детский футбол, а именитые гости. Мировые звезды футбола Андрей Аршавин, Алексей и Евгений Смертины, серебряный призер Олимпийских игр Сергей Каменский, паралимпийская чемпионка Татьяна Ильюченко. Встретиться с легендами спорта пришло несколько сотен человек. Такой формат общения помогает заинтересовать юных барнаульцев футболом и сделать этот вид спорта в регионе более массовым. Об этом на пресс-конференции рассказали сами мастера игры миллионов. Мастерство закладывается в детско-юношеском футболе. Если ты пропустил этот отрезок, к сожалению, его уже не вернуть. Поэтому то, чем здесь занимаются, и я хотел бы, чтобы занимались по всей стране как можно больше, это развитие детского футбола. Попытка провести фестиваль такого масштаба для нашего региона первая. Идея пригласить на открытие турнира звезд футбола принадлежит нашему знаменитому земляку Алексею Смертину. По его словам, алтайский футбол, играющий во второй лиге, переживает довольно трудные времена. Основные причины – у подростков нет интереса, а у самих футбольных клубов – денег. Закрыть самое простое действительно. Таким-то образом поспособствовать, чтобы маломальски играла и была как-то способной команде. Это можно действительно. Это объективно. Сейчас действительно очень сложная ситуация финансовая у многих клубов. Многие закрываются, упраздняются. Не хотелось бы, чтобы это случилось. Ослабляет футбол на Алтае, как и во всех отдаленных от центра регионах, рассказывают мэтры и то, что самых сильных спортсменов забирают в клубы европейской части страны. Там сосредоточены лучшие спортивные арены и бюджет. По словам Алексея Смертина, в преддверии чемпионата мира по футболу в России, Сибирь в этом плане стала еще более отстающей. Что касается футбол-чемпионата мира, нужно понимать, что есть определенные критерии, жесткие критерии FIFA, которые не позволяют. Мы и так, в принципе, расширили от Калининграда до Екатеринбурга. Представляете, какое расстояние. Поэтому зацепить Сибирь это было сложно. Поэтому мы должны рады, что у нас вообще в стране проходит. Среди алтайских спортсменов в первом эшелоне засветили совсем немногие. Это сами Смертины и, пожалуй, Алексей Ерохин, нынешний полузащитник сборной России, воспитанник Геннадия Смертина. Но многие играют в первой лиге, уехав из Барнаула в московские, питерские и краснодарские клубы. Хотелось бы, чтобы эти ребята, которые уезжают, не забывали, откуда они вышли, откуда у них корни. Чтобы они помогали своим тренерам. Понимаете, если так вышел из гнезда, улетел и все, и забыл, что такое Барнаул, что такое школа и своего первого тренера. Очень хорошее есть, что ребята возвращаются, помогают тренеру, помогают его уже новым воспитанникам, покупая форму и все остальное. Вот это хотелось бы пожелать. Алтайские футболисты, в свою очередь, желают и того, чтобы местный спорт не оставался за бортом краевого бюджета. Евгений Смертин также отметил, что в России вообще нет единых правил детского футбола. И это тоже не позволяет нашим спортсменам играть на одном уровне с другими футболистами. Этот фестиваль – большая надежда на то, что алтайский спорт когда-нибудь станет конкурентоспособным. Артемий Панченко, Павел Лауронин. Наши новости. Новая аллея появилась на улице Власихинской в Барнауле. Инициативу проявили жители, а поддержало их правление ТСЖ «Квартал-2001А». Территория перед новостройками так бы и пустовала, если бы не жильцы. На одном из собраний решили – нужны деревья. С инициативой обратились к руководителю ТСЖ «Квартал-2001А» Натальи Новоселовой. К слову, Наталья руководит еще и управляющей компанией дирекция коммунального хозяйства. И вскоре молодые липы и березы появились под окнами. Преображать и облагораживать территорию, которую обслуживаешь. Под таким девизом работает эта управляющая компания. Почерк заметен и на других домах. Это высотки на взлетной 50-е Ускова-22, куда переселили горожан из ветхого жилья. Переселенцы из затона и потока, глядя на окружающую красоту, наверняка с ужасом вспоминают условия, в которых жили когда-то. Кстати, наблюдая за работой управляющей компанией дирекция коммунального хозяйства, о переходе в нее задумались и жители соседних домов. Я как собственник недовольна нынешней управляющей компанией, так как они не выполняют свои обязанности и не реагируют на наши жалобы. Мы бы хотели перейти в компанию Новоселова Натальи Владимировна, так как она нас раньше устраивала. Ну и к этому часу все новости. Телефон редакции 722-440. Хорошего настроения и до встречи в эфире. Диалоги. Классику читают жители Алтайского края. Салтыков-Щедрин. История одного города. Глупов. Беспечный, добродушно веселый Глупов приуныл. Нет более ревленных сходок за воротами домов. Умокло щелканье подсолнухов. Нет игры в бабки. Улицы запустили. На площадях показались хищные звери. Люди только по нужде оставляли свои дома. И на мгновение показавшие испуганные и изнуренные лица, тотчас же хоронились. Нечто подобное было, по словам старожилов, во времена Тушинского царика. Да еще при Бероне. Гулящая девка Танька Корявая чуть-чуть не подвела всего города под экзекуцию. В особенности тяжело было смотреть на город поздним вечером. В это время Глупов и без того малооживленный окончательно замирал. На улице царили голодные псы, но и те не лаяли, а в величайшем порядке предавались изнеженности и распущенности нравов. Густой мрак окутывал улицы и дома. И только в одной из комнат градоначальнической квартиры мерцал далеко за полночь зловещий свет. Проснувшийся обыватель мог видеть, как градоначальник сидит, согнувшись за письменным столом, и все что-то скребет пером. И вдруг подойдет к окну, крикнет «Не потерплю!» и опять садится за стол и опять скребет. Диалоги. Рассказываем историю одного города вместе с Салтыковым-Щедриным. Письмоводитель градоначальника, вошедший утром с докладом в его кабинет, увидел такое зрелище. Градоначальниково тело, облеченное в вицмундир, сидело за письменным столом. А перед ним на кипе недоимочных реестров лежало в виде щегольского пресс-папье. Совершенно пустая градоначальникова голова. Письмоводитель выбежал в таком смятении, что зубы его стучали. Призвали на совет главного городового врача и предложили ему три вопроса. Первый. Могла ли градоначальникова голова отделиться от градоначальникова туловища без кровоизлияния? Второй. Возможно ли допустить предположение, что градоначальник снял с плеч и опорожнил сам свою собственную голову? И третий. Возможно ли предположить, чтобы градоначальническая голова, однажды упраздненная, могла впоследствии нарасти вновь с помощью какого-либо неизвестного процесса? Эскулап задумался, пробормотал что-то о каком-то градоначальническом веществе, якобы источающемся из градоначальнического тела. Но потом, видя сам, что зарапортовался, от прямого разрешения вопросов уклонился, отзываясь тем, что тайна построения градоначальнического организма наукой достаточно еще не обследована. Диалоги. Рассказываем историю одного города вместе с Салтыковым-Щедриным. Начали ходить безобразные слухи. Говорили, что новый градоначальник совсем даже не градоначальник, а оборотень, присланный в глупов по легкомыслию, что он по ночам, в виде ненасытного упыря, парит над городом и сосет у сонных обывателей кровь. Разумеется, все это повествовалось и передавалось друг другу шепотом, хотя же и находились смельчаки, которые предлагали поголовно пасть на колено и просить прощения, но и тех взяло раздумье. А что, если это так именно и надо? Что, ежели признано необходимым, чтобы в глупов и грех его ради был именно такой, а не иной градоначальник? Соображения эти показались до того резонными, что храбрецы не только отреклись от своих предложений, но тут же начали попрекать друг друга в смутьянстве и подстрекательстве. Диалоги. Рассказываем историю одного города вместе с Салтыковым-Щедриным. Анархия началась с того, что глуповцы собрались вокруг колокольни и сбросили с раската двух граждан – Степку да Ивашку. Потом пошли к модному заведению француженки-девицы Десант-Кюлот. В Глупове она была известна под именем Устиньи Протасиевны Трубочистихи. И, перебив там стекла, последовали к реке. Тут утопили еще двух граждан – Парфишку да другого Ивашку. И, ничего не доспев, разошлись по домам. Между тем, измена не дремала. Явились честолюбивые личности, которые задумали воспользоваться дезорганизацией власти для удовлетворения своим эгоистическим целям. И, что всего страннее, представительницами анархического элемента явились на сей раз исключительно женщины. Глуповцы торжествовали. Но, несмотря на то, что внутренние враги были побеждены и польская интрига посрамлена, атаманам-молодцам было как-то не по себе, так как о новом градоначальнике все еще не было ни слуху, ни духу. Они слонялись по городу, словно отравленные мухи, и не смели ни за какое дело приняться, потому что не знали, как-то понравятся их ненедавние затеи новому градоначальнику. Диалоги. Рассказываем историю одного города вместе с Салтыковым-Щедриным. Она меня всегда интересовала, но казалась такой далекой. Я получал письма о ней, но все равно не знал, как влиять на нее. Теперь у меня есть личный кабинет, и я ее контролирую. Проверяйте, как формируется ваша будущая пенсия через личный кабинет на сайте Пенсионного фонда России. Узнайте, платит ли работодатель за вас страховые взносы и сколько у вас пенсионных баллов. Контролируйте вашу будущую пенсию. Пенсионный фонд России